Друзья, согласно свежей статистике со стороны земельного департамента, каждая третья сделка с недвижимостью в Дубае заключается с использованием ипотеки. Что делает ипотеку настолько популярной и востребованной в Дубае? Давайте разбираться. Я вижу на это три основные причины. Причина номер один. Ставки на аренду в Дубае очень высокие и в среднем в два раза выше, чем ставки по ипотеке, что делает ипотеку крайне выгодным финансовым инструментом. Второе. В Дубае нет моратория на досрочное погашение ипотеки. И третье. То, что ипотека доступна абсолютно всем гражданам с любыми паспортами любых национальностей. Давайте теперь подробно рассмотрим каждый из этих пунктов. В этом коротком видео я хочу вам дать пошаговую инструкцию, как взять ипотеку в Дубае и как не наступить на те грабли, которые расставляют местные банки. Меня зовут Александр Родионов. Я эксперт недвижимости и ваш человек в Дубае. И прежде чем я перейду к полезному материалу этого видео, у меня большая просьба. Пожалуйста, сохраните это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы как можно больше людей увидели это видео, ваших знакомых, и чтобы вы могли вернуться к нему в последующем. Итак, давайте обо всем по порядку. Очень важная причина популярности ипотеки в Дубае – это разница между ставками аренды и ставкой по ипотеке. Вот давайте возьмем на примере самых популярных районов Дубаи, таких как, например, Даунтаун, Марина, Дубай Хиллс, Крик Харбор. Здесь в среднем годовая ставка аренды составляет 8-10% от стоимости квартиры. Представьте это сумасшествие. Вы платите в год 8-10% от стоимости не своей квартиры. Конечно же, ипотека со ставкой 4,5 или 4,8, которая сейчас действует на рынке, она крайне выгодна, потому что вы платите в два раза меньше, но за свою недвижимость, которую вы постепенно выкупаете у банка. Согласитесь, в этом есть, конечно, смысл. Вторая причина популярности – это то, что в Дубае нет моратория на досрочное погашение ипотеки. То есть, другими словами, банк не возражает, если вы досрочно гасите свою ипотеку. К примеру, купили квартиру, сделали ремонт, мебелировали, и к вам буквально через месяц, через полтора приходит покупатель и говорит, хочу эту квартиру забрать и заплатить на 20% больше ее стоимость. Супер! Потому что вы приходите в банк и говорите, ребята, все, у меня есть покупатель, я гашу ипотеку заранее. И гасите ипотеку деньгами уже покупателя. Вы зарабатываете 20% на 20% вложенных. Таким образом получается, что вы зарабатываете 100%. И, наконец, третья причина, возможно, самая важная, почему ипотека настолько востребована в Дубае – это толерантность Дубая к заемщикам. В Дубае человек абсолютно любой национальности, с абсолютно любым паспортом – красным, синим, зеленым – с России, с Украины, с Белоруссии может взять ипотеку. Да, вы не ослышались. И кто-то из вас подумает, Александр, ну ты, наверное, нас вводишь в заблуждение, потому что как я могу с российским паспортом или с паспортом страны СНГ прийти в Дубай и взять ипотеку? Конечно, нет. Напрямую это не получится. Но сейчас я расскажу 100% проверенную схему, как вы, имея российский, украинский, белорусский паспорт, сможете взять ипотеку в Дубае. На самом деле, чтобы взять ипотеку в Дубае с паспортом СНГ, нужно выполнить всего два условия. Первое – стать резидентом Эмиратов, то есть получить Emirates ID хотя бы на два года. И второе – подтвердить свой доход на территории Эмиратов. Но как, спросите вы, стать резидентом Эмиратов, не имея здесь недвижимости? Все просто. Для этого есть еще как минимум два легальных способа. Один – это создание своего бизнеса на территории Эмиратов, а второе – это официальное трудоустройство. Первый вариант, первый способ я, честно сказать, вам не рекомендую, потому что для банка проверять платежеспособность вашего бизнеса будет достаточно трудной задачей даже на территории Эмиратов, и банк просто вас замучает своей бюрократией и сбором всех необходимых документов, справок. А вот второй способ – официальное трудоустройство и получение здесь зарплаты – это абсолютно простой легальный способ, тот путь, по которому мы ведем клиентов, и по которому лично я провел уже более 10 клиентов, и сейчас они получают одобрение от банков. И многие здесь задумаются, Александр, все как-то сложно, странно, непонятно, трудоустройство в Дубае, я ведь живу в своей стране, это все так как-то необычно. Да, соглашусь, немножко необычно, но если вы хотите 100% заработать на ипотеке в Дубае, то вам немножко нужно расширить свой кругозор. Я предлагаю и настаиваю на том, что это абсолютно официальный способ трудоустройства вашего в Дубае удаленно. Вам не нужно прилетать в страну, вам не нужно здесь находиться. Есть компании, которые предлагают трудоустройство. Все, что вам нужно для последующего 100% одобрения ипотеки, подчеркну, что здесь 100% гарантия одобрения, это стать резидентом, получать официальную зарплату в течение 6 месяцев. Запомните этот срок, 6 месяцев, это минимальный срок, в течение которого вы должны официально получать зарплату. На самом деле, все остальное это чисто дело техники. Вы можете написать мне личное сообщение, в WhatsApp, Telegram, как вам удобно. Я пришлю вам прям подробную инструкцию, как вам нужно двигаться, чтобы себя легализовать на территории Эмиратов, чтобы создать себе зарплатную историю и потом элементарно просто получить ипотеку. Но сейчас это не тема моего ролика. Я могу рассказать вам это индивидуально. А пока представим, что вы все это сделали с помощью официальных каналов. И вот уже у вас 6 месяцев история получения зарплаты в Эмиратах. Что дальше? А дальше происходит чистая магия, потому что наши партнеры, которые занимаются профессиональной работой с банками, они направляют пакет документов, в котором выписка с вашего счета. К тому времени мы вам уже поможем открыть счет в Эмиратах. Ваш зарплатный сертификат и подтверждение вашего официального статуса в Эмиратах. И вуаля! Банк дает вам предварительное одобрение. Это называется pre-appruval. Здесь в Дубае по-английски. Что мы делаем с этим pre-appruval? Мы идем на рынок и выбираем тот объект недвижимости, который нам нужен. В нашем бюджете мы уже знаем бюджет от банка. Как только нам понравилась какая-то квартира, таунхаус или вилла, мы производим оценку. Оценка стоит недорого, как правило, она совпадает с реальной рыночной стоимостью объекта. Как только у нас есть оценка, мы возвращаемся в банк и получаем финальное одобрение. Happy end – объект наш. Мы можем выходить на сделку. И что делают люди, десятки людей, с которыми я уже работаю, которые уже до меня знали про эту схему? Что они дальше делают с этой недвижимостью? Да, конечно, часть людей покупают эту недвижимость, чтобы жить в Дубае и не платить эту, я бы сказал, конскую арену. Чтобы платить за свою недвижимость. То есть они получают еще экономию на ставке, потому что у них в два раза меньше платеж ежемесячный получается. А часть людей это используют как бизнес, эту стратегию. То есть они покупают в ипотеку, делают там ремонт, меблировку и дальше продают. И как я говорил выше, благодаря тому, что нету моратория на досрочное погашение, зарабатывают чистые деньги. Чистые деньги. Поэтому, друзья, если вам эта схема интересна, в особенности, если вы уже в Дубае, если вы уже получаете зарплату, но не знали об этой возможности, срочно пишите, пишите мне, я вам помогу. Я прям реально вам расскажу, как это все сделать просто. И вы действительно испытаете большое облегчение, потому что ваши финансы немножко придут здесь в порядок. И вишенка на торте, о которой я узнал недавно от моего партнера, который профессионально занимается и работает с банками. Оказывается, банк компенсирует вам в том числе налог земельный в размере 4% и даже комиссию агентства, которое вам будет помогать в поиске и подборе объекта недвижимости. Представьте, то есть 80% вот этих 6% расходов, которые вы платите сверху, компенсирует вам банк. Это супер выгодно, то есть по сути вам земельный налог обходится в подарок, можно так сказать. Это очень выгодно, поэтому я вам настоятельно рекомендую еще раз задуматься об ипотеке в Дубае. Даже если вы сейчас на нулевом цикле, даже если у вас нету Emirates ID, как говорится, готовь телегу зимой, а сани летом. Вот, поэтому заранее пишите, начнем формировать вам зарплатную историю и 100% даю гарантию, что вы получите одобрение от банка. На этом у меня пока все, надолго мы не прощаемся, увидимся в следующем эпизоде. До встречи, пока!